Я в броне, я у тебя везунчик, ты за меня не переживай. И на командирскую машину двойной фугас. Строчки из последнего письма любимого сына Игоря Александра Владимировна помнит до сих пор. Обнять своего героя женщина так и не смогла. Буквально за неделю до вывода советских войск из Афганистана командирская машина взлетела на воздух. Удар судьбы вместе с Игорем принял его друг Дамир Тимирбулатов. Домой в Саратов парень вернулся без обеих ног. Но несмотря ни на что, каждый год в день воздушно-десантных войск продолжает парить в небе. В память о своем товарище. Приезжает в Ульяновск каждый год 10 марта, а 2 августа в день десантника без обеих ножек привязывают ему подушечку и он совершает прыжок в честь моего сына. Он танцует больные танцы, инвалид-колясочник, занимает призовые места. Юридический саратовский закончил, двоих детей родил и говорит, мамуля, я за Игоря рожаю детей. Вот он такой активный парень у нас. Александра Флегонтова на митинг-реквим в память о войнах интернациалиста ходит каждый год. Отмечает, тяжело, но материнское сердце зовет. Сегодня к мемориальному комплексу возложили сотни красных гвоздик. В церемонии приняло участие губернатор Ульяновской области, чиновники, депутаты. Больше полутора сотен наших земляков погибли, исполняя свой долг за пределами родного края. И последние, которые участвовали, это вот в Сирии, там наши тоже принимали участие. Там есть герой Российской Федерации, Хейбов, Хейбов, герой, наш вертолетчик, который погиб там в Сирии. Поэтому это последние, будем так говорить, горячие точки, где наши принимают участие. Ну, хотелось бы так думать, но где мы теряем своих боевых товарищей. Сегодня в Ульяновской области живет больше 13 тысяч ветеранов боевых действий. Каждый из них свято хранит традиции своего братства, поддерживает друг друга и семьи погибших товарищей. Часть из них сегодня, гордо держа таблички героев, пришли на митинг. Каждый павший боец будет жить вечно в сердцах тех, кто его помнит. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.